МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расширенное заседание с участием председателя президиума Национальной палаты предпринимателей Атамикен Тимура Кулебаева и главы региона Кумара Аксакалова прошло в Петропавловске. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы развития предпринимательства. Тимур Кулебаев отметил, одна из приоритетных задач палаты – защита прав казахстанских бизнесменов. За последние пять лет в Атамикен поступило больше 22 тысяч обращений. 40% из них решили положительно. Таким образом, имущественные права бизнесменов защитили на 92 миллиарда тенге. За последние годы к нам поступило более 20 тысяч проектов нормативно-правовых актов, по которым нацпалатой при обсуждении с региональными дирекциями, при обсуждении с отраслевыми ассоциациями были внесены 6,5 тысяч замечаний и предложений. И 75% наших предложений были приняты. Я хочу сказать, что и правительство, и МАЖЛИС предлагают все усилия для того, чтобы создать хорошую законодательную базу. Развитие предпринимательства может сократить число безработных и самозанятых, говорит Тимур Кулебаев. В прошлом году основам предпринимательства в рамках проекта БАСТАУ обучили 15 тысяч казахстанцев. Каждый пятый открыл собственное дело. В этом году курсы пройдут в два раза больше человек. На поддержку развития предпринимательства по этой линии в этом году будет выделено 60 миллиардов. С учетом того, что у нас аграрный регион и более 80% микрокредитов – это сельские жители, то я думаю, что как раз это будет очень активно и полезно использовано для вашей области. Говорили и о цифровизации. 67% всех госуслуг переведут в электронный формат. На треть сократят количество проверок для субъектов малого и среднего бизнеса. Кстати, их в регионе больше 27 тысяч. В этой сфере трудятся свыше 100 тысяч североказахстанцев. То есть каждый третий из экономически активного населения. Объем произведенной ими продукции в прошлом году вырос на 16%. Налогов, которые заплачены субъектами малого и среднего бизнеса по сравнению с 2016 годом, выросло на 24%. Вообще 56% поступлений налогов – это как раз-таки поступление от субъектов малого и среднего бизнеса. И 25% сегодня доля ВРП в экономике нашей области. Директор областной палаты предпринимателей рассказал про рост объемов промышленного производства и диферсификацию земель. Сельхозтоваропроизводители переходят от низкорентабельной пшеницы к высокодоходным рапсам, льну и зернобобовым. Заметен и рост экспорта нашей продукции. Он увеличился на 25%. За прошлый год в Киргизию поставили 150 полувагонов, завод ЗИК-100. В 2017 году в палаты предпринимателей поступило почти 300 обращений, из которых 200 решено положительно. Защищены имущественные права на сумму 176 миллионов тенге. Хотел бы отметить, что в 2017 году львная доля обращений касалась работы департамента госдоходов. Но есть и проблемы. Заместитель директора ТО «Маслодел» Марина Михайлицына рассказывает. Недавно на заводе модернизировали технику, установили новое шведское оборудование. На полную мощность предприятие работать не может из-за нехватки качественного сырья. На сегодняшний день идет конкуренция между переработчиками, а не между производителями. Нельзя ли увеличить, создать новые молочноковарные фермы или хотя бы развивать те, которые есть уже? Глава региона говорит, решить проблему нужно стимулирующими механизмами. Поощрять тех, кто занимается не только растениеводством, но и животноводством. К тому же развитие МТФ и предприятий снизит число безработных и самозанятых сельчан. А директора ТО Римка Загра, на котором трудятся больше 70 человек, волнует вопрос инфраструктуры. Предприятие подало заявку на проведение водопровода. В сентябре ее одобрили на местном уровне. Для этого нужно 144 миллиона тенге, но республиканский бюджет эту сумму пока не утвердил. Также предприятию нужно провести паропровод на сумму 40 миллионов тенге. Бизнесмены просят посодействовать в решении этого вопроса. Касать инфраструктуру, вы знаете, что ВДКБ предусмотрен средства около 30 миллиардов на подведение инфраструктуры инфраструктурным зонам. По малым инфраструктурным зонам нет законодательной базы, закон находится сейчас в Можелесе. Мы ожидаем, что месяц-два он выйдет. Директор крестьянского хозяйства Аркалык задал вопрос о снижении ставок вознаграждения по лизингу сельхозтехники. Она изнашивается быстрее, чем ее успевают обновлять. А это в итоге отражается на производительности работы аграриев. В понедельник мы планируем провести заседание комитета, двух комитетов пищевой промышленности и АПК, где будут обсуждаться эти вопросы. Это порядка 10% по кредитам и 5% по оборотным средствам. То есть, если вы взяли кредит условно под 18-20%, при субсидировании 10%, конечному потребителю он будет в районе 10%. Также собравшихся интересовали вопросы дифференцированных тарифов, налоговых послаблений и развития IT-сферы. Всего их было порядка десятка. В понедельник прошло заседание Акимата. Начали его с назначений. Руководителем департамента по контролю в сфере образования уже во второй раз стал Ерлан Абельдинов. Сменился и главный военком региона. На место Еркинбека Байболова пришел Алмаз Тлеуханов. Далее главным вопросом заседания Акимата. На повестке дня – переселение на север страны Южан. По плану в этом году регион должен принять 767 семей. В апреле в пяти областях республики североказахстанцы проведут ярмарки-вакансии. Их порядка 1300. А в конце весны привлекать переселенцев выйдут представители всех районов области. Среди них обязательно должны быть работодатели, говорит Кумар Аксакалов. Аким сельский округ должен показать дом, где он будет жить. А работодатель должен сказать, я тебя, слушай, беру сразу на работу. Вот, переезжай, сразу на работу. Будем брать. Так или не так? Да. А то люди же не уверены, привезут их сюда, оставят опять один на один со своими проблемами. Так не должно. Их обеспечивают работой, оплачивают переезд и в течение года субсидируют расходы на аренду жилья. На север Казахстана жители южных областей страны едут в поисках лучшей жизни. Но не всегда их ожидания оправдываются. На сегодняшний день безработные до сих пор еще 28 человек. Для чего тогда приглашали? Что значит, местную безработицу разводить, что ли, приглашаем? В общем, 100, конечно, не имеет образования. И вот это вот сложность вся. Мы сейчас начали их, значит, доправлять на профессиональное обучение. Дальше эта работа должна быть продолжена. Потому что 68% по прошлому году у нас не имели технического, значит, профессионального образования. Но такой аргумент глава региона не принял. Зачем они здесь? Кто допустил такое из районов? Зачем сюда привезли, спрашивается? У нас земли достаточно. Хочешь, занимайся огородом? Занимайся. Никаких нет ограничений. Гектарами берите. Дополнительные меры мы разработали. Со всеми сельхозтоваропроизводителями заключили соответствующие договора. С этого года будет действовать новая мера стимулирования работодателей. Тем, кто наймет больше пяти переселенцев, выплатят субсидии. По 450 МРП на каждого. Это больше миллиона тенге. С начала года на смену места жительства решились 50 семей. Еще 290 в раздумьях. Но готовы ли на севере страны к их переезду? Айртаусский запланировал для себя 50 семей прием, а вакансий только 38. Ахжарский 62, вакансий 42. То есть вакансий нет, а где наша программа занятости, а где наши дополнительные меры? Почему в этом направлении нет работы? Но положительных примеров больше. Переселенцы успешно работают в сфере образования, здравоохранения, ногу службы в сельском хозяйстве. А самые предприимчивые открывают собственное дело. К примеру, в районе Макжана-Жумабаева сформировали СПК по закупу молока. Немало остается вопросов и с противопожарной безопасностью в регионе. Сейчас на особом контроле – торгово-развлекательные центры. В 2017 году пожарно-техническим обследованием подверглось 17 объектов данной категории. Было выявлено 70 нарушений требований пожарной безопасности, наложены штрафы на общую сумму более 600 тысяч тенге. После трагедии в Кемерове противопожарная безопасность волнует многих. Североказахстанские спасатели провели уже несколько учений в торгово-развлекательных центрах, детских садах, школах. Жесточайшим образом все проверить. Особое внимание обратить на состояние эвакуационных выходов, работоспособность пожарной сигнализации, состояние электрооборудования, действий персонала, знаний персонала, что нужно делать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Отчитался Рамиль Камалов и о паводковой ситуации. На подмогу североказахстанским спасателям приехали 44 специалиста с юга страны. В зоне риска все те же районы. Имени Габита Мусрепова, Таиншинский и Аиртауский. В ночь с 12 на 13 апреля в Североказахстанской области выпала декадная норма зимних осадков. Как это повлияет на паводковую ситуацию, обсуждали в областном Акимате в пятницу. В тревожном ожидании большой воды проходит на севере страны третья весна. В прошлом году в это время североказахстанцы боролись с паводком. Тогда за 10 дней с 7 по 17 апреля площадь снежного покрова уменьшилась с 90% до 4, рассказывает гендиректор Казгидромета Марат Кынатов. Но самое важное, по словам главного метеоролога страны, объемы влагозапасов. Если в 2017 в это время было больше 4 миллиардов кубометров, то сейчас 2,5 миллиарда. Разница связана прежде всего с температурным режимом. Прогноз погоды стал главной темой встречи. В некоторых странах сегодня довели уже точность прогнозов до 75-80 и выше процентов. Если бы мы это сделали тоже совместными усилиями, возможно через гранты Европейского банка, то это было бы тоже интересно. То есть увеличить частоту расположения метеостанций на территории нашей области, что позволило бы, наверное, более точные прогнозы нам делать. Максимально ранний срок, за который можно предугадать капризы природы, это неделя, говорит Марат Кынатов. В понедельник в этом же зале главный спасатель области Рамиль Камалов докладывал, что паводковая ситуация стабильна. Но положение меняется каждый день. Перелив на Сергеевском водохранилище ожидается уже в эти выходные. Туда поступило больше 20 миллионов кубометров воды. Гендиректор Казгидромета Марат Кынатов предлагает построить на гидроузле аварийный водосброс. Сегодня она переливная, все, что подошло, она слилась. 693 она стоит. 690-680 она не может меньше. А если аварийный водовыпуск, можно воду спустить и иметь свободный объем запаса для приема паводковых вод. Это сможет защитить областной центр и его окрестности от стихии. Также позволит начинать сброс воды уже в марте. Такую схему успешно применяют в Актюбинской области, а также на российской Саяно-Шушинской ГЭС. Техническое решение Кынатов предложил и для аграрного сектора. Казгидромет планирует подключить по всей стране радиолокационные сети. Сейчас мы как даем справки, что нанесен ущерб. Там, где стоит наша станция, там мы выдаем справку. Да, в этом месте, в этой станции, в радиусе 30 километров, выпало такое количество осадков. А кто за пределами, они обращаются, мы не можем. Выпало там, не выпало, у нас информации нет такой. Не столько информации нет, нет подтверждающих наблюдений. А радиолокационные, ее радиус действия 250 километров, радиодействие, она получается диаметр 50. И мы можем любому фермеру на основании вот этого радиолокационного выдавать эти справки. Необходимость внедрения цифровых технологий в АПК подчеркнул и глава региона. Это дает возможность получить максимум с каждого гектара и оптимизировать расходы аграриев. Весной, либо зимой тоже можно лишнюю работу не проводить. К примеру, задержание влаги. Бывают такие года, когда влага бывает не нужна. А мы тратим деньги, выгоняем технику, людей, проводим те работы, которые можно было бы спрогнозировать. И нет необходимости тратить деньги лишних фермеров. Это тоже было бы хорошо. Также на встрече обсудили возможность сохранения талых вод для орошения. Эту идею североказахстанцам недавно предложили ученые Агротехнического университета имени Сейфулина. В областном Акимате прошло расширенное заседание по вопросам подготовки к весеннеполевым работам. Погода, как всегда, вносит свои коррективы. Поэтому нужно сделать все, чтобы получить хороший урожай и доход, говорит глава региона. Как показал рынок, в этом году его могут принести только экспортоориентированные культуры. Сегодня мы должны довести до 1 миллиона гектаров только по масличным культурам. Акимы районов тоже за это отвечают персонально. Отдача от масличных культур намного выше. Это и цена. Сегодня она продолжает держаться. На рапс, на лен, на пшеницу. Цена как началась с осени, так и она до сих пор и не выправилась. Еще один актуальный вопрос – заработная плата сельчан. Меньше всего получают у альхановцы и шалакынцы. Акимы районов должны работать с неперспективными хозяйствами, у которых много земель. ТЭО Терновская, Таиншинского района, 4,5 тысячи гектаров общей площади, урожайность 6 центнеров с гектара. ТЭО Краснокиевка, Таиншинского района, 5,6 тысяч гектаров земли, 7 центнеров с гектара. Агрофирма Жамбул, Жамбулского района, 5 тысяч гектаров имеет, всего лишь 5 центнеров получил по итогам прошлого года. Как можно работать, еще получать субсидии от государства, в этом году, если такие факты будут подтверждаться. Сразу предупреждаю, что Акиму там надо сразу уйти с работы. В сельское хозяйство в прошлом году инвестировали 72 миллиарда тенге. Меньше всего в районах Мамлюцком и Шалакына. Привлечение финансов на развитие отрасли. Еще одно поручение Акимам районов. В области есть 548 тысяч тонн семян. Техника готова на 96%. Посевы сельскохозяйственных культур по области составят 4 миллиона 154 тысяч гектаров. В два раза вырастут площади картофеля и овощей. Продолжится работа и по расторжению договоров с теми, кто использует земли нерационально. В 2017 изъяли 188 тысяч гектаров. Их будут давать тем, кто занимается не только растениеводством, но и животноводством. В 2017 году Акиматам Тайшинского района выделили земли сельхозное значение только для выращивания растениеводческой продукции. Тогда как на участие в конкурсе подали заявки юридические лица, намеренные заниматься животноводством. Тем самым обеспечив круглогичную занятость населения. Залог хорошего урожая не только агротехнические приемы, но и удобрения. Сельхозтоваропроизводители заключили договоры на 109 тысяч тонн. Однако оплатили только 38 тысяч, а отгрузили всего 29 тысяч тонн или 27 процентов. Эта работа не координируется районными Акиматами, говорит Айдарбек Сапаров. Не спешат аграрии выкупать и гарантированные ГСМ. Литр дистоплива сейчас стоит 150 тенге, но ожидается, что подорожает на 5-6 тенге. Операторами сельхозтоваропроизводителей заключено договоров 664 на 38 тысяч тонн или 57 процентов. Слабо ведется работа данного направления в Ахжарском, в Тайшинском районах. В целях недопущения простой техники из-за отсутствия ГСМ Акиматам районов ускорит работу по заключению договоров в своевременной оплате и вывозу дизельного топлива с нефтебазы операторов. Сегодня в 26 сельхозформированиях применяется спутниковый мониторинг полей, включающий в себя данные по вегетации, растений, по осадкам, влаге и другим параметрам. В 2018-м цифровизации охватят 50 хозяйств. 52 процента или 2,5 миллиона гектаров земли оцифрованы. Однако крайне слабо эта работа проводится в трех районах нашей области. Это Ахжарский район 28, Ахжарский и Тайшинский районы по 39 процентов. Всем районам необходимо усиленно продолжить данную работу и до 1 июня текущего года завершить оцифровку полей. Об умных технологиях в агропромышленном комплексе приехали рассказать представители столичного агротехнического университета имени Сейфулина. Они готовы оказать помощь в точном земледелии, ветеринарии, спутниковом мониторинге полей и лесов и даже в использовании талых вод для орошения. Для нас это очень важно, поскольку вы знаете, что у нас ежегодное подтопление по оврагам собирается, в лесах собирается и естественно все это уходит, уходит и не используется в лучших целях. Поэтому давайте мы посмотрим, вот используя данные мониторинги и моделирование самое главное. Говорили на встрече и о животноводстве. В регионе дефицит кормовой базы, говорят ученые. Поэтому удои остаются на прежнем уровне. Рост продуктивности в отрасли слабый. Если мы посмотрим, из каких источников идет корма, это в основном это пастбища, да, более половины. А у нас, к сожалению, пастбища, они очень низкопродуктивные, старовозрастные. И вопрос стоит, как с ними заниматься. Структура посевов желает лучшего. Ассортимент кормовой культуры очень низкий. Что касается особенностей посевной этого года, то на полях маленький запас продуктивной влаги. Но терять надежды на богатый урожай рано, считают ученые. По наблюдениям, за последние 80 лет на смену малоснежной зиме приходит благоприятное лето. После бесснежных зим есть достаточно высокая вероятность, это 39%, выпадение отличных, более 127 мм осадков. И хороших, до 127 мм, с вероятностью 24%. Акимобласти дал главам районов ряд поручений. В первую очередь, стопроцентно закрыть влагу, выкупать минеральные удобрения, заключать договоры на покупку новой сельхозтехники, снижать уровень безработицы и активнее создавать сервис на заготовительные центры. В завершении встречи Кумарак Сакалов подписал меморандум о сотрудничестве с председателем правления Агротехнического университета Ахылбеком Куришбаевым. Североказахстанцы готовятся к посевной. Товарищество Шагала Агра – одно из успешных предприятий региона. Около пяти лет здесь занимаются растениеводством. На полях, а их около 10 тысяч гектаров, выращивают ячмень, чечевицу, лен, рапс, овес и пшеницу. В этом году в посевной задействуют больше 20 единиц спецтехники. Важно уже сейчас проверить все агрегаты, чтобы компания прошла быстро и без остановок. От этого будет зависеть и количество, и качество будущего урожая, а еще экономия средств. Двигатель в сборе, мы его отремонтировали, был повышенный расход масла, заменили ему поршневую группу. Стараются здесь не только починить, но и модернизировать технику. Эти тракторы будут доставлять семена на поля. Для удобства и лучшей проходимости у них изменили конструкцию шнека. А это комплекс «Особая гордость товарищества» – трактор «Нью Холланд» и сейлка «Флексии Койл». За сутки они обрабатывают до 80 гектаров. Это почти вдвое больше, чем аналогичная техника. Среди преимуществ электронное управление. Простая комфортная кабина и увеличенный бункер. Он вмещает до 6 тонн семян. Этого хватит на 30-40 гектаров пашни. На поля Шагала-Агра выйдут три таких агрегата. Каждый год обновление идет. За два года купили четыре агрегата с СЗС-2.1. Ну а так-то в основном уже техника у нас как хозяева пришли. Вот новые. С 2014 года практически парк по возможности обновился. Остались в советских ремонтах, остались 6К700, остальное вся техника новая. Модернизировали и зерносушилку. Раньше она отапливалась дизельным топливом. Теперь его заменили соломой. 16 тюков по 150 килограммов хватает, чтобы обогревать ток целые сутки. Это экономически выгодно и экологически безвредно. Большое внимание уделяют сорту обновлению и качеству семян. На складах хранится около 700 тонн будущей пшеницы, рапса, чечевицы и льна. Все элитных сортов. За несколько дней до начала посевной. Их обработают специальным химическим составом. Это защитит ростки от болезней и грызунов. В этом году будем высевать пшеницы 2,5, чечевица 1800 гектар, рапс масляничный будем сеять 1500, лен 1000 гектар, ячмень на 1000 гектар, ну и для рабочих – овес. В прошлом году урожайность зерновых в товариществе была выше средних показателей по области – около 23 центнеров с гектара. А вот масличных и бобовых собрали наоборот – меньше – по 10 центнеров. В этом сезоне аграрии надеются на хорошие показатели. Сеть планируют уже в начале мая. Не молчать о проблемах, а их решать. В Северном Казахстане на этой неделе работала республиканская мониторинговая группа по противодействию коррупции. Делегация побывала в Мамлюцком районе, а в Петропавловске прошло расширенное заседание. Консультативно-совещательный орган в стране работает два года. Есть определенные результаты, говорит его председатель Айгуль Соловьева. Поэтому такие организации должны быть в каждом регионе, городе, селе. А в их составе – общественность и активисты. Мы в этот раз значительно поднялись по многим показателям. Это в первую очередь законодательная, нормативно-правовая база. Это у нас принят закон по противодействию коррупции, закон о госслужащих, кодекс этики и много других документов. И не обязательно нормативно-правового характера, а самая важная политическая воля. В октябре прошлого года в Северный Казахстан приезжал главный антикоррупционщик страны – Алик Шпикбаев. Своим коллегам из регионального департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции он дал ряд поручений. Колым Турсунбаев рассказывает, как их исполнили. В нашей области первой в республике было организовано обучение преподавателей информатики школ и колледжей. Обучение пользования услугами портала электронного правительства проводится на уроках информатики в школах и профессиональных технических учебных заведениях. Обучение учителей информатики также позволило вовлечь в обучение навыкам пользования электронными услугами педагогические коллективы и родительскую общественность. Прозрачнее в нашей области стали проходить конкурсы на госслужбу. Работает институт наставников. Налажено сотрудничество с госорганами. Улучшили оказание госуслуг по линии миграции и спецсонов. Отчитался о работе и руководитель областной мониторинговой группы. Она тоже занимается профилактикой коррупционных проявлений. Данные группы стали эффективными диалогами и площадками, связующими звеном между государством и обществом. В нашей области специальная мониторинговая группа была создана в ноябре 2016 года. В состав региональной группы входит 17 человек. Из них 77% это представители НПО, молодежи, депутаты, эксперты. И 23% это представители государственных органов. Аналогичные группы созданы во всех районах области. Создание таких групп закрепило общественный контроль по вопросам противодействия коррупции на официальный уровень, говорит Айгуль Соловьева. Она считает, доступные госуслуги, открытые акиматы и минимизация коррупции в обществе позитивно отразятся на экономике страны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА